Ну, я отношусь к тому поколению, которое заканчивало школу, заканчивало высшее учебное заведение, заведение я даже, потому что у меня два высших образования, техническое и юридическое, и я всегда приветствовал все-таки классический способ сдачи экзаменов. Даже к этому классическому способу сдачи экзаменов, а у нас он устный был, да, экзамен практически везде, я бы всегда еще бы добавлял бы некий французский опыт, когда многие экзамены сдаются письменно. То есть тот вопрос, который вы вытащили в билете, вы как бы письменно его подаете, потом преподавателю, отвечая на тот или иной вопрос. А ЕГЭ – это некая лотерея, это некий подход к набору знаний для того, чтобы ответить на те кроссворды, которые вам предложат в конце соответствующего цикла обучения. И это уменьшает на сегодняшний день, с моей точки зрения, появление в новом поколении возможности анализировать, возможности смотреть в горизонт, возможности сравнивать некие сопоставимые вещи. Поэтому, если была бы моя воля, или я был бы директором, как в свое время была рубрика в литературной газете, я бы ЕГЭ бы в России отменил бы и ввел бы нашу традиционную систему экзаменов, добавив к ним многие предметы, которые я должен изложить на бумаге, отвечая на тот или иной вопрос.